От климакса лечить не умеют просто многие. Приливы. Удушья, краснота. Та усадится зрение. Мы четыре раза сделали эхо на протяжении месяца, ничего не могли выявить. В какой-то степени мы должны, как-то должны этот период перетерпеть, но должны помочь своему организму. Менопейс. Комплексная поддержка в период менопаузы. Что такое муравьиный спирт? Почему его нужно наносить на стопы? Как это помогает при подагре? И какие еще проблемы способны решить эти процедуры? Сегодня поделимся тремя рецептами лечения с помощью муравьиного спирта. Что такое муравьиный спирт? Это спиртовой раствор муравьиной кислоты. Данная кислота широко встречается в природе, ее содержит организм муравьев, пчел, хвойные растения, а также многие фрукты. Соответственно, в человеческий организм она также регулярно поступает с пищей. Давно отмечена польза для здоровья от муравьиной кислоты, а в сочетании со спиртом это средство приобретает дополнительные свойства, связанные с противодействием инфекциям и воспалительным процессам. Чем он полезен? Данный спиртовой раствор выполняет несколько задач. Во-первых, очищает кожу и убивает болезнетворные бактерии. Это эффективный антисептик, который используют не только в быту, но и в хирургии при сложных операциях на сердце и сосудах. Во-вторых, он обладает противовоспалительными свойствами. Раствор муравьиной кислоты со спиртом снимает отеки за счет нормализации кровообращения в тканях. В-третьих, муравьиный спирт отлично обезболивает. При этом это местное средство, поэтому от его применения практически нет побочных эффектов. А принцип снятия боли основан на воздействии на нервные окончания. И еще одно полезное свойство данного препарата – он размягчает огрубевшую и омертвевшую кожу на стопах. Чем муравьиный спирт полезен при подагре? Это заболевание носит системный характер, связанный с повышением уровня мочевой кислоты в крови. Однако обострения болезней проявляются резким воспалением суставов и прилегающих к ним тканей. Муравьиный спирт раздражает кровеносные сосуды, улучшая их наполнение кровью, а значит и общий кровоток. Это ускоряет снятие отека и восстановление поврежденных тканей. Дополнительно к этому муравьиный спирт является эффективным средством защиты от сопутствующих инфекций, которые часто добавляются при подагре. Чем еще полезен муравьиный спирт для стоп? Это средство эффективно размягчает натоптыши, сухие мозоли и огрубевшую кожу на стопах, включая распространенную проблему жесткой шершавой кожи на пятках. При этом муравьиный спирт – натуральное средство, которое минимально воздействует на здоровые клетки кожи. Он может немного сушить кожу, но эта проблема легко решается с помощью любого крема по уходу за ногами. Как применять муравьиный спирт? Дорогие зрители! Мы ценим ваши комментарии и подписки, ведь они помогают развитию и популяризации нашего канала. Подпишитесь и поддержите лайком видео, которые были для вас полезны. Для смягчения кожи пяток, пальцев и стоп нужно смешать муравьиный спирт и глицерин в равных пропорциях и наносить один-два раза в день, пока ороговевшие частицы кожи не отшелушатся и не освободят свежую кожу. Второй рецепт поможет при подагре. Для этого с муравьиным спиртом делают специальные растирки, несколько капель данного средства наносят непосредственно на воспаленный сустав. Муравьиный спирт при этом ни с чем не нужно смешивать, а просто растирать. Старайтесь не затрагивать слишком большие участки кожи вокруг больного сустава, чтобы не сушить кожу. Также учитывайте, что до воспаленного сустава больно дотрагиваться, и чтобы его лишний раз не травмировать, втирайте муравьиный спирт мягкими неспешными движениями. Третий рецепт позволит максимально использовать антисептические свойства муравьиного спирта. Для этого вам понадобится 50 мл этого средства, столько же воды и 30 мл глицерина. Воду лучше использовать дистиллированную, но подойдет и чистая кипяченая. Просто смешайте ингредиенты, и антисептик для рук готов. Если во время его применения вы заметите сухость кожи, добавьте еще немного глицерина. Это смягчит действие данного антисептика. Кому муравьиный спирт противопоказан? Этот препарат ни в коем случае нельзя принимать внутрь, и поэтому нужно следить, чтобы он не попадал на слизистые оболочки и открытые раны. Также не применяют его при экземе, дерматите и других кожных заболеваниях. Не стоит лечиться муравьиным спиртом беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет и при повышенной температуре тела. При первом применении убедитесь в отсутствии аллергии на данный препарат. А вы пользовались муравьиным спиртом? Как он вам помог? Вам понравилось это видео? Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...